всем привет с вами шим очень рады видеть вас на своем канале и сегодня наконец-таки выполняю ваш запрос по акварели это будет урок исключительно для начинающих для тех кто вообще не имел дело с акварелью до этого либо для тех кто имел с ней дело но не на профессиональном уровне расскажу какие-то основные моменты описать акварели я не буду никаких картин то есть это будут какие-то базисные вещи какой акварель выбрать какие кисти выбрать и может быть пару приемчиков я вам покажу в том числе конечно бумагу обсудим также я буду рассказывать именно о своих предпочтениях исходя из моего личного опыта которая составляет ни много ни мало уже практически 20 лет особенно это касается бумаги расскажу какой именно я пользуюсь и почему объясню начну с красок какие краски выбрать сейчас я покажу вам набор которого хватит для всего вообще что только можно представить это мой постоянный набор акварели это ленинградский невская палитра тут еще была палитра но она мне не нужна поэтому я ее убрала палитре тоже поговорим то есть это классический набор на 24 цвета конечно же удобнее брать в пластике чтобы они никуда не делись такой же набор дешевле в картонных коробках мы тоже в нем писали в школе принципе краски те же самые просто эта коробка у вас не размокнет от воды так как пишем мы все-таки на воде и плюс ко всему естественно этот каждый кюветик каждую красочку вы можете менять покупать отдельно в салоне художественном добавок к нему для полной картины для то что были вообще все возможные цвета это дедовские краски краски старые в работе поэтому можете видеть что они такие уже потрепанные жизнью разница сразу скажу даже по запаху чувствуется ленинградские вот это невская палитра конечно качественней потому что в них практически не содержится белила и нет специфического запаха гуаши вот как например у этих крас здесь есть белый цвет белый цвет ни в коем случае мы не используем в акварели увидите что у меня он закончился но я им не писала в акварели использовал там для других дел никогда не используем белила в акварели никогда это одно из основных правил о них поговорим дальше охры белильные но неплохие вот эти но конечно же в невской паре литры опять-таки они лучше здесь вы видите холодную гамму цветов и теплую гамму цветов иногда просто требуется много времени чтобы намещать например вот эти два цвета они потрясающие красивые и очень часто используют и чтобы не тратить время не составлять вот из этих каких-то коричневых в разных пропорциях просто можно взять отсюда уже готовые оттенки то же самое касается болотных всяких коричневых теплых холодных синих здорово экономит ваше время и плюс ко всему чем больше вы смешиваете оттенков цветов тем грязнее у вас в итоге получится цвет если вы сразу возьмете цвет он будет гораздо более чистый основные правила акварели больше трех цветов мы не смешиваем потому что уже пойдет грязь я имею ввиду из вот такого количества уж точно больше трех вам не понадобится цветов чтобы намешать какой-то конкретный оттенок следующий момент о котором я уже говорил мы никогда в акварели не используем белила и последнее самое главное правило что когда мы пишем акварелью у нас всегда должна просвечиваться бумага то есть когда мы пишем даже черными какими-то оттенками вот этими темными всеми снизу всегда должна просвечиваться бумага если мы положим плотно как гуашь краску надо либо смывать этот кусок либо это просто работа плохая уже будет как таковая потому что это будет глухой цвет который будет вылезать вперед будет ломать все пространство иллюзию пространство на нашей работе весь вот этот шарм воздушной акварели он идет следующий очень важный момент неважно чем вы пишете акварелью темперой маслом если вы посмотрите действительно хороших художников увидите что у них все работы выглядят примерно одинаково я имею ввиду по мастерству и разумеется по картинке то есть их цветовая палитра цветовые гаммы плотность цвета если я пишу сочные работы маслом то у меня и акварель будет сочная всегда за сочность акварели я естественно не говорю о состоянии дня там может быть рассвет закат какой-то туманный день конечно же там будут уже более деликатные пастельные оттенки более прозрачно использоваться но не могут все работы быть как нечто нематериальное это такое вот было вступление о красках поговорили сейчас перейдем к бумаге лично я пишу акварелью соусом карандашом рисую только на бумаге для черчения она бывает больших размеров маленьких это тот же самый ватман то есть когда я пишу какие-то большие акварельные работы естественно мы натягиваем на планшет бумагу чтобы ее не покоробило об этом может быть позже как-нибудь расскажу в следующих уроках как и для чего это делать но факт в том что бумага всегда для черчения ватман если я покупаю в папках маленького размера там для каких-то этюдиков которые мне лень натягивать на бумагу либо для эскизов то я всегда использую вот эту папку для черчения вот они бывают разных форматов для рисунков все рисунки которые вы видите у меня на канале тоже сделаны на этой бумаге я всегда работаю только на ней объясню почему она гладкая во-первых она плотная что позволяет ей довольно таки долго не повреждаться во-вторых она гладкая но не настолько гладкая чтобы краска с нее стекала и как капли собиралась она прекрасно впитывает и на ней можно провести совершенно четкую идеальную линию на акварельной бумаге я никогда не пишу потому что она шершавая сейчас я прибавила не знаю надеюсь вам видно разницы фактуры если писать на этой бумаге то контролируемую линию провести гораздо сложнее чем на этой потому что вам будет мешать вот эти шершавые места то же самое почему я не использую ни в коем случае для рисунка вот такую бумагу шершавую только ватман только гладкую бумагу потому что это будет мешать воспринимать нам объем и мешать нашим штрихам но опять-таки что касается в акварели бумаги это уже лично мое предпочтение то есть очень много хороших мастеров которые пишут на бумаге для акварели она им нравится и они считают ее лучше мое субъективное мнение что гораздо лучше бумаги черчения и акварельная бумага тоже бывает разная бывает акварельная бумага которая тоже такая же гладкая это зависит от горячие это порисование или холодное порисование это вы все можете прочитать в интернете по технологии материалов также когда мы пишем на акварельной бумаги пористой именно на акварельную мы чаще всего капельки имеет такой как бы контур. На ватмане такого не происходит. Что нам делать, когда вот мы только получили наши красочки? Ну, разумеется, нам нужна вода. Иначе как мы будем пользоваться акварелью? У нас есть вот такое поле у этих красок. Мы просто берем бумажечку. Сейчас даже ее вкладывают внутрь. Примерно такую же бумажечку. Вставку. Это для новичков. Конечно, тем, у кого есть опыт, это уже не нужно. Многие цвета у нас не видны в кюветах. Они очень темные, и не видно, что это за цвет. То есть, например, тот же фиолетовый, коричневый какой-то, вот этот коричневый, черный. Сложно отличить, что из них что. Плюс ко всему, это дополнительный тренинг попробовать, какие у нас краски, как их набирать и так далее. Еще одно очень важное правило. Всегда наша палитра, это та же самая бумага, на которой мы работаем. Ни в коем случае, ни на пластиковой палитре, ни на тарелочке, ни на плитке кафельной, ни на чем. Только именно та бумага, на которой мы пишем. Потому что разная бумага ведет себя по-разному, и цвет будет выглядеть абсолютно по-разному. На той бумаге, на которой вы пишете, например, в данном случае ватман, на акварельной бумаге, на бумаге для ксерокса, на пластике. На пластике вообще невозможно увидеть цвет. Поэтому только то, на чем мы пишем. Сейчас покажу только для этих цветов, только для невской палитры, потому что принцип один и тот же. Набираем воду. Обязательно излишки воды убираем кончика кисти, а край стакана. Ну, начну, наверное, со светлых цветов. Я не тыкаю вот так вертикально кисточку. Я ее кладу как бы на бок и набираю довольно-таки густо цвет. Это наш первый цвет. Промакиваю кисточку. Кисточку мы не опускаем ниже, чем вот сам ворс. Край стакана убираем излишки воды. Набираем. Видите, у меня здесь нету лужи внутри краски. И у меня берется цвет сразу насыщенно. И вы видите, какой сочный цвет. И что цвет, благодаря тому, что это бумага для черчения, то есть ватман, она гладкая. У меня никуда он не утекает. Даже здесь. Вот тут видно, да, пигментация. Набирала я одинаковым способом. Но вот у этих красок, в них больше таких белильного пигмента содержится. Белесого, поэтому они более плотные. А вот это совсем прозрачное. Каждый пигмент, он разный. Есть лисировочные краски, которые можно совсем тонюсеньким слоем делать. А есть краски более плотные. Например, если я хочу сделать поплотнее, я набираю еще и добавляю сюда в охру. И таким образом мы делаем все наши цвета. Это для того, чтобы мы знали, какой цвет на бумаге как выглядит. Набираю я круговыми движениями. Вот этой нижней третьей кисточкой. То есть кончиком и прилегающей к ним ворсинком. Вот очень плотная пигментация тут внутри цвета. Он прям такой, как замазка. Вот как раз вот с такими цветами. Надо быть очень осторожными, чтобы обязательно просвечивалась бумага. Легко с ними можно переборщить. Помните, на бумаге всегда, когда высохнет акварель, она будет немножко более бледная. Сейчас кажутся прям вообще очень яркими эти оттенки красными. Но потом она будет более бледной. Ну и то же самое мы делаем с верхним рядом. Вот мы сделали вот такой вот, как так сказать, шкалу. Цвета, как они выглядят, будут на бумаге. Какие цвета у нас где находятся. Теперь мы знаем вот из этих всех темных, которые одинаково практически выглядят, какой цвет есть какой. Теперь вы уже не запутаетесь, где какой цвет, какая плотность у каждого из них. Можете спокойно начинать работу. С чего мы начинаем работу? Ну, разумеется, мы отрисовываем карандашом. Я буду говорить уже сразу об акварели, когда мы приступаем уже к краскам. Допустим, мы что-то определенное пишем, и нам нужно намешать конкретный оттенок. Нам нужен какой-то конкретный оттенок, которого здесь у нас нету. Соответственно, мы смотрим на эти цвета, анализируем их, смотрим ближайший цвет к тому, что нам нужно, к тому, что мы изображаем. Например, кадмий красный. Самый близкий оттенок. Но он все-таки слишком такой вот теплый. Соответственно, мы берем этот кадмий красный, если он самый близкий оттенок, и к нему примешиваем капельку более холодного, если нам необходимо именно холода добавить. Мы не сразу в центр шмякаем холодный, мы его сбоку как бы вводим в этот красный, потихонечку, начиная с края. Таким образом, мы можем получить градиент от теплого до холодного и выбрать именно оттенок, как здесь, посередине, либо здесь. Какой именно нам больше подходит. А если мы сразу все плюхнем сюда, то у нас весь цвет будет одинаковым. Если мы не попали, нам опять надо лазить в красный. Тоже важный момент. В акварели можно всегда стереть. Есть разная стойкость пигмента. Например, самый ядреный пигмент, практически который нельзя убрать, это как раз таки вот эти красные. Сейчас я покажу вам, как смывать акварель. Допустим, вы написали там какой-то натюрморт, я просто сделаю кляксу разных цветов. Если у нас много воды, что мы делаем? Обязательно всегда рядом имейте туалетную бумагу. Мы промакиваем кисточку вот туалетную бумагу, таким образом высушиваем ее. Или если мы перетемнили, или если слишком много воды. Кладем ее боком и аккуратно, не повреждая бумагу, впитываем излишки. Сейчас заново нанесу, потому что мне все-таки нужен плотный цвет, я хочу его смывать. Ну и на красном, наверное, закончим. Сейчас оно подсохнет, и я покажу, как смывать. Как нам смыть определенный кусок. Вы видите, как я наношу краску, я ее не наношу так, чтобы она у меня текла во все стороны, куда я не хочу. В то же время я не наношу ее слишком сухо, чтобы у меня были такие прям сильные разводы. То есть внутри пятна у меня практически нет разводов. Помните, чем больше слоев акварели, тем она более ровная будет. Но нельзя делать их слишком много. То есть я советую где-то три слоя делать акварель, начиная с более бледного и постепенно поднимая, поднимая тон и яркость. Потому что если больше будет, уже может быть перегружено и больше грязи. Сейчас это у нас высохнет, и пока поговорим об эскизах. Вот видите, вода у меня уже стала грязная, соответственно, белые и светлые оттенки. Такой водой уже писать нельзя, надо идти ее менять. Вот сейчас я показываю эскизы своих учеников, тут же в углу законченной работы будут этих же учеников. Люди первый раз писали акварелью. Все вот эти эскизы сделаны первый раз. Во-первых, что вы можете заметить? Это плотность цвета. Цвет красивый и насыщенный. Для чего нужен эскиз? Перед тем, как писать, мы должны скомпоновать и определиться, как именно. Именно мы хотим закомпоновать. Какое ощущение создать от нашей работы? По композиции есть у меня отдельный урок на канале, там все объясняется, для чего, что нужно. В данном случае у нас два эскиза. Мы думали, так закомпоновать натюрморт, либо так. Выбрали. Такой вариант в итоге. Опять-таки, маленький эскизик мы делаем. Во-первых, потому что без него невозможно написать большую работу. Хорошо ее скомпоновать, это обязательно правило эскизы. А во-вторых, пока мы делаем эскиз, мы тренируемся создавать вот эти оттенки, которые внутри нашей работы. Из вот этой вот нашей палитры мы смотрим, какие конкретно цвета нам хочется сделать. То есть, например, вот этот цвет, мы смотрим ближайший, конечно же, фиолетовый. Сейчас он темным на камере смотрится, вот живой он просвечивает. Фиолетовый, но тут гораздо теплее цвет, соответственно, нам надо какой-то из этих добавить. И получим мы в итоге этот цвет. Также здесь мы смотрим, какой цвет. Ну, наверное, терракота, английская красная, и немножечко какого-нибудь кроплака. И так касательно каждого из этих цветов. Также эти цвета смотрим в размытии, то есть, как они в более светлом цвете. Вот здесь плотно он нанес. Точно так же мы можем его нанести прозрачно. Вот это и вот этот цвет, это один и тот же цвет. То есть, в данном случае нам даже не понадобилось ничего примешивать, во всяком случае в эскизе. Опять-таки повторюсь, я за сочность цвета, за контролируемость, чтобы не было никаких подтеков, растеков, которые нам не нужны. Эскизы, разумеется, у вас будут все там в мазках, потому что вы их делаете за пять минут. То есть, 15 минут на эскиз, надо его отрисовать, скомпоновать и закрасить. 15 минут у ученика, так это быстрее надо делать. То есть, вот этот более детальный эскиз, поэтому здесь уже минут 15-20 на него тратится. С опытом это делается вообще за пять минут. Не важно, какое мастерство художника, эскиз обязательно. Если это не этюд. Если мы пишем этюды на улице, то есть, например, селе какой-то не закомпонованный, просто цветок посередине написали, либо пейзаж. Большую работу, разумеется, мы бы писали с эскизом, а если мы пишем быстрый этюд, то его можно и без эскиза писать. Также вы видите, что у каждой работы четкие границы. Всегда у ваших натюрмортов, пейзажей должны быть четкие границы. Не важно, вы пишете акварелью, маслом или чем угодно, потому что это конкретное пространство, конкретная зона, внутри которой вы создаете иллюзию пространства. Что ближе, что дальше. Ваша цель добиться максимальной материальности предметов. Если они будут водянистые ни рыбы, ни мяса, если в них не будет границ, то вы никогда не добьетесь иллюзии пространства. Акварель также очень классно можно компилировать с другими материалами. Сейчас вот вы видите картинку. Эта работа выполнена соусом. О соусе сниму отдельный урок, потому что уже запросов много, и это моя любимая техника в графике, как я уже не раз говорила. То есть можно с графическими материалами также сочетать акварель. Ну вот у нас тут немножко подсохло, и сейчас покажу, как смывать в акварели. Когда пишу какие-то натюрморты, я почти всегда смываю верхний слой. То есть я примерно накидала оттенки цветов и смываю их для того, чтобы бумага стала такой более бархатной, что ли. И то же самое происходит, когда мы наслаиваем акварель в несколько слоев. С каждым слоем бумага становится более такой бархатистой, но она при этом не в катушках, я имею ввиду, а она именно сама такая становится как бы замшевая, что ли. Более благородная. Намочила кисточку, как всегда. Сейчас ее промакиваю, чтобы она была чуть влажная. Сейчас в конце о кисточках еще поговорим. То есть вот у меня острый кончик у кисточки. Пользуемся, пишем только кистями с острыми концами. Сейчас в конце какие кисти можете использовать, расскажу. И кончиком я как бы взбиваю пигмент. Еще раз макаю, у меня недостаточно воды. Главное мы не спешим, чтобы не испортить бумагу. В аквареле ни в коем случае нельзя себе позволить порчу бумаги. Сейчас я чуть-чуть туда водички налила, промокнула в туалетку и уже с сухой практически кисточкой взяла лишний пигмент. То есть таким образом мы можем, если мы вдруг закрасили блик, его высветлить. Ну и разумеется, чем больше этого мы сделаем, тем светлее будет. Опять-таки помним, что разные пигменты по-разному вымываются. Также можно большие площади делать. Например, мы залили цветом, но это только на больших площадях. Также можем взбить цвет, немножко подсобрать и промокнуть это все туалетной бумагой. Но этот способ намного хуже, потому что он так не контролируется. У вас впитывается в бумагу и бумага вот эта туалетная может испачкать кто-то за пределами границ. На больших пространствах это, в принципе, намного быстрее и не так сильно повреждает бумагу. Если мы смываем всю работу, либо очень большую ее площадь, под кран суем свою работу и смываем кисточкой белкой. Обязательно только белкой, если мы смываем всю работу. Иначе вся работа покроется катушками и мы потом с этим ничего не сделаем. Сейчас покажу, грубо говоря. То есть у нас поток воды. Тут я под кран сейчас вам не могу показать. Мы наклоняем вниз. У меня сейчас все будет течь. Наклоняем вниз и сверху вниз начинаем смывать. У меня сейчас не белка. То, что у меня затекает на другие цвета, это ничего страшного, потому что оно все равно все смоется. То есть безжалостно, беспощадно, это как раз те случаи, когда мы перебрали в тоне, бумага перестает просвечиваться. Под краном, конечно, это будет и быстрее, и это будет эффективней. Главное, мы очень аккуратно, еле докасаемся кисточкой для того, чтобы у нас не повредилась ни в коем случае бумага. И потом в конце промакиваем все туалеткой. Опять-таки мы не трем, а промакиваем. Уже стало намного светлее по сравнению с тем, что было. Сейчас вкратце расскажу о кисточках и тогда буду заканчивать этот первый урок. Какие кисточки предпочитаю лично я? Категорически пишем мы кистями с острыми кончиками. Если вы начинающий художник, если вам нужен эффект таких шашечек, там мозаики, конечно, это плоские кисти, а не круглые с острыми концами. Если вы только начинаете, если вам нужна проработка и вы не хотите миллион кистей покупать, а хотите взять основные кисти, которые будут мультизадачными, то, конечно, вы возьмете круглую кисть с острым кончиком. Лично я могу сделать любую работу. Двумя кистями в принципе могу сделать любую работу. Наверное, вот такой, это у нас семерка. Вот она, у нее острый кончик стал. И за счет того, что у нее острый кончик, то ими можно делать детали. В основном, конечно, семеркой я делаю практически все. То есть вот фотография собора, которую вы видели до этого, соусом и акварелью сделана, это все одной вот этой кисточкой практически сделано. Ну, иногда бывает, что нужна совсем тоненькая кисточка, но это уже редко, это когда совсем мелкие предметы. Если огромное полотно какое-то вы пишете, то лучше взять кисточку побольше, то есть, чтобы можно было заливать большие пространства. По материалу кисти. В соусе я также очень часто использую четверочку, потому что у нее такой средний какой-то размер, очень комфортный. Я пишу синтетикой и соусом, и акварелью. Во-первых, синтетика она дешевая, во-вторых, она очень мультизадачная, и у нее упругий кончик. Можно стирать ей вот эти вот полосочки, как я показывала в начале, как я показывала до этого, как вытереть блик, например. Это можно сделать только синтетикой. Щетину, естественно, ни в коем случае мы не используем, только в масле. Белка слишком мягкая и слишком много воды льет. Белка хороша, большого размера для больших, огромных площадей. То есть, она меньше разводов оставляет, чем синтетика. Колонок. Колонок очень дорогой, то есть, он хорош. Это уже дело как то, к чему больше приноровиться, но лично мне удобнее все равно синтетикой. Колонок очень хорош для темперы. То есть, темперы, то очень хорошо писать колонком, хотя я и синтетикой прекрасно пишу темперы. И для соуса, и для акварелии, и для темперы. Если выбирать из острых круглых кистей, то только либо синтетика, либо колонок. И одна большая белка, наверное, для заливки фанов больших. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой первый вводный урок по акварели. Если у вас возникли какие-то вопросы по теме урока, то обязательно задавайте их в комментариях. Также пишите запросы, что конкретно вам непонятно в акварели, что бы хотелось узнать в будущем, в первую очередь, для следующих серий, которые я, скорее всего, еще сниму по акварели. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч! Пока-пока!